Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там у нас за кадром Женя. Привет! Вы на моем гастро-канале «Сладкий персик». Сегодня у нас 30 июля, очередной выпуск новостей. У нас очень жарко, 37 градусов за окном. И мы начинаем! В России вырос спрос на кефир. Такой вывод сделали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Вот штрих-коды, которые вы видите на некоторых продуктах, там, например, на молочных продуктах, на лекарствах, на воде. Это вот как раз и есть «Честный знак». Ну, понятное дело, что сейчас за окном, как вы помните, 37-33 и около того, ну, понятно, что сейчас все едят окрошку и покупают для нее кефир. Правда, вот я окрошку ем на квасе. А вы? А квас не маркируют так, как кефир? Насколько я знаю, нет. Не знаю, надо утащить. Ну, вот поэтому и нечестный подсчет получается. Ну да. Сколько бы Барби тратила на еду, если бы ее выселили из Барбилэнда в Россию? 20 июля фильм «Барби» вышел в международный прокат, и все просто помешались на розовом цвете. Ну, как вы видите, я тоже. Готовит розовую еду, надевает розовую одежду. Есть даже специальные приложения, которые целое здание перекрашивают в розовый цвет. Представь розовый Ульянов или УАЗИКО. УАЗИКО. Санитарка, буханочка розовая. Ебо, кстати, пошло. Вообще. Ну, что они так не сделают? Надо им идею подкинуть. Конечно. Все хотят быть в тренде, и компании, естественно, тоже. И вот, ребята, из сервиса «Пакет» от X5, это «Перекресток и Пятерочка», посчитали для газеты «Русс», сколько бы стоил завтрак Барби, если бы кукла оказалась в России. На завтрак в фильме Барби Лэнди она ела вафли со взбитыми сливками и запивала их молоко. Ну, не самый полезный завтрак, да, Витя? Да, но это достаточно коваривый. Ну, для Барби нормально. Для Барби нормально. Для приготовления вафель кукле понадобились бы мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и взбитые сливки. Типичный завтрак Барби обходится ей в 128 рублей в масштабах ее мира, то есть для кукольного мира, она же куколка маленькая, небольшая, или 800 рублей в реальности, если бы Барби была бы человеком. Нормально так бюджетно получается. Ну да. Чиновник съел полученные в качестве взятки деньги и попал на видео. Дело было в Индии. В полицию поступила жалоба на сельского чиновника от жителя деревни, у которого он требовал взятку. А чем этот чиновник занимался? Он отвечал за учет земель и сбор налогов земледельцев. Так вот, полицейские решили поймать его с поличным и устроили подставу. Когда житель передал деньги чиновнику, в помещение зашли правоохранители, а подозреваемый не растерялся и сразу начал поедать деньги. Кстати, там было 5000 рупий, а это примерно 5500 рублей. Полицейские решили сразу его не останавливать и просто стояли и снимали на видео. В итоге его, конечно же, арестовали за взятку. Так что лучше, наверное, все-таки взятки не брать. Наверное. Лучше не брать. И тем более уж есть деньги тоже не надо, потому что на них же много бактерий. Теперь он будет сидеть в тюрьме еще и с кишечной инфекцией с какой-нибудь, да? Да. В России создана ракета для разгона градовых облаков и тушения пожаров. Летом самая большая проблема для природы – это, конечно, пожары. От них страдают и люди, и животные, и сельхозугодия. А еще одна проблема в жару – это град, который тоже очень опасный. Ну, град вообще очень опасный, да. Ну, да. И вот наш ученый из Алтая придумал ракету, которая сможет разгонять облака и не допустить град. И не тушить пожары на больших территориях. И еще ее можно будет потом использовать и для полива в период засухи. Мне кажется, это очень круто. Дольче Вита. Краснодар стал одним из самых сладких городов РФ. Сервис Твилру провели у себя в соцсетях опрос, в каком же городе самые вкусные торты и пирожные. От себя добавлю, что я не очень верю таким опросам, потому что срез информации там крайне размытый. Во-первых, что вообще за сервис такой Твилру? Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, во-вторых, я не верю, что участники опроса там прям максимально объективные. И они попробовали все пирожные торты во всех городах России. Ну, а тем не менее, этот опрос провели. Кстати, он был приурочен ко дню торта, который отмечается 20 июля. День нашей годовщины. Да, годовщина нашей свадьбы. Первое место занял Питер. Второе – Москва. Третье – Краснодар. И Казань тут такая, ну, да-да, я пошла. Кстати, вообще не честно. Мне кажется, у Казани классные. У Татарстана в целом классные сладости. Она точно должна была в тройку войти. Ну, я тоже так скажу. Ну, она вошла в десятку, но в тройку, мне кажется, она должна... Ну, там толкышка лывая только чего стоит. Да, да, да. Компания Sony выпустила макароны в виде клавиш контроллера PlayStation. Sony совместно с компанией по производству макаронных изделий Paceficio Garofalo, но я итальянский не знаю, поэтому, если что, меня поправляйте, выпустили уникальную пасту в виде клавиш контроллера PlayStation. Но контроллер – это джойстик, правильно? Да, да, это джойстик. Ты объясняйте, он не играет. Но вообще его нельзя назвать джойстиком. Извините. Геймеры, они сейчас могут накинуться, потому что это блин контроллера, джойстика – это другое. Ладно. В общем, если вы не знали, то на кнопках контроллера PlayStation изображены крестик, квадратик, треугольник и кружочек. Именно такими и сделали, собственно, макароны. И назвали этот релиз Play-O-Pasta Limited Edition. Название классное. Да, название вообще бомба. По-русски переводится «играй в пасту». Комплект из 10 пачек по 500 грамм стоит 12,5 евро или 1256 рублей. И вот тут у меня к Соне вопрос. Где вы, блин, были 20 лет назад, когда я терпеть не мог макароны? И тогда, если бы вы сделали этот релиз, я бы, конечно, бы их начал есть. А сейчас я их и так уже с удовольствием употребляю. Зачем мне переплачивать? Зачем переплачивать? Зачем искать им эту тишину, если можно просто спагетти сварить? Да, да, да. Но я бы их все равно поел, конечно, даже в свои 33. Российский заключенный соскучился по домашней еде и сбежал из колонии к матери. Дело было в Нижегородской области в колонии. Мужчина отбывал там наказание за кражу. Всего три года, из которых два уже прошли. В один прекрасный момент он понял, что очень соскучился по домашней маминой еде и уюту. Благо, дом был в соседней деревне. Участок, в котором сидел наш герой, был для поселенцев, то есть он без конвоя. Поэтому парень и решил отлучиться. Вечером на перекличке его не обнаружили, начали искать и быстро нашли. А он ест сидит. А он кушает. Теперь к сроку ему еще добавят статью за побег. Но я думаю, что мамина еда того стоила. А неплохо ли эта фраза звучит? Ты как будто бы одобряешь побег. Нет, побег я ни в коем случае не одобряю. Но вот я одобряю мамину еду и могу его понять. Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных. Пребиотики нужны для того, чтобы у животных повышался иммунитет и стрессоустойчивость. Животным тоже нужна стрессоустойчивость, хорошее психологическое здоровье. Спокойная среда. Да, но сейчас их в корм добавляют редко, потому что это очень дорого. Но наши ученые из Донского государственного технического университета придумали, как недорого добывать пребиотики из отходов сельхозпроизводства. Они будут использовать жмых некоторых растений, а именно посевную горчицу, посевной рыжик и лаванду. В Японии появилась пицца с мороженым. Ну что, кто там имел что-то против пиццы с ананасами, а? Надеюсь, сейчас у вас не начнется приступ, потому что в Японии выпустили свой вариант пиццы с изюминкой. Это летняя пицца с мороженым. Берешь ломтик пиццы из теста, сыра и помидоров. Окунаешь его в мороженое, потом поливаешь кленовым или шоколадным сиропом. Тут даже итальянцы сделали бы вот так. Мне кажется, это очень вкусно. И чем штрудель с мороженым отличается от пиццы с мороженым? Ну как бы тесто, мороженое, все окей. Я думаю, японцы штруделем как раз и вдохновляют. Я бы прям поел с удовольствием. Я бы тоже попробовал. Цены на имбирь в России выросли примерно вдвое из-за снижения урожая в Китае. Мы проверили. Сейчас имбирь в магазине стоит примерно 950 рублей за килограмм. Но это довольно много. Все потому, что его поставляют в основном из Китая. Он у них там качественный. Но в этом году имбирь у них у самих не уродился. Поэтому и выросли оптовые цены. Но если честно, кому летом нужен имбирь? Ну кому? А помнишь в пандемию, как сильно он вырос в цене? Потому что люди подумали, что имбирь лечит от вируса. И начали его скупать. И у него самая была высокая динамика роста цены. Да, мне кажется, он тогда так и стоил около 1000 рублей за килограмм. Я помню. Я вот думаю, что 600. Ну типа он до этого стоил вообще там типа 150. И он очень сильно вырос до 600. И вообще его не было на прилавках. Все его скупали. Ну как в конец света гречку. Короче, вот имбирь. В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом. Ну люди, которые страдают сахарным диабетом, всегда должны придерживаться специальной диеты. Это и так очень сложно делать. А в общественных местах и в группах, таких как школы, детские сады или на работе, например, это еще тяжелее. И вот один Липецкий детский сад первым сделал группу для детей с диабетом. У них будет специальная низкоуглеводная диета, питание 5-6 раз в день и врач эндокринолог, который будет это все контролировать. И замерять уровень сахара в крови, если это потребуется. Мне кажется, это очень круто. Да, очень круто. Вообще классно, мне кажется, что начинают людям прививать с детства привычку следить за своим здоровьем. Особенно те, которые больные или подвержены чему-то. Заботятся о себе. Да, и вот как раз создание таких групп, мне кажется, делает большой шаг вперед. Да, они еще сказали, что это экспериментальная история. Если это будет пользоваться спросом, если все пройдет хорошо, то они потом в других дошкольных учреждениях сделают такую же историю. Потому что это первый опыт в дошкольных учреждениях. Мне кажется, прям, ну, так и должно быть. Это прям здорово. В Таиланде Бургер Кинг выпустил бургер из ста котлет. Тайский бургер Кинг в последнее время развлекается как может. Сначала они сделали сырный бургер. Это классические две булочки, а между ними 10 ломтиков сыра. Зачем так много сыра? Ну, вот решили хайпануть, попробовать. И, как оказалось, людям такая идея как раз и зашла. Этот бургер быстро разлетелся по сети. Ребята увидели такую бурную реакцию и решили продолжить хайп. Сделали бургер только с салатом, только с огурцами, только с помидорами, только с луком и только с булками. Бургер с булками? То есть там просто булки и ничего больше? Вряд там то ли 10, то ли 12 булок в ряд вот так. Очень интересно. И вот апогей. Бургер со ста котлетами. Думаю, после такого можно смело ставить точку со словами «мы закрываем это заведение». А стоит, кстати, такой бургер всего лишь 26 тысяч рублей. Мне кажется, его можно есть год. Ну, на месяц должно хватить. Скорее всего. Вот такие у нас новости на сегодня. Желаем вам всем прекрасной следующей рабочей недели, хороших следующих выходных. Ждите наши новые сладкие новости. Подписывайтесь на нас во всех блогах и в телеграм-канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok